Я хочу сказать, что здесь многие вопросы, которые поднимались, они предусматриваются в ходе обсуждения как раз моего доклада. Мой доклад нужен для того, чтобы мы вспомнили весь период нашей жизни за полтора года, начиная с того времени, как наша Церковь разделилась, по сегодняшний день. Собор должен как бы утвердить все решения, которые были приняты нашим временным управлением, чтобы таким образом эти все решения получат легитимность, если Собор их утвердит. Так что вот в первую очередь этот доклад, он направлен на это, чтобы Собор подтвердил легитимность всех принятых нами решений. Досточтимые делегаты Пятого Сезарубежного Собора, Возлюбленные братья во Христе, благословен Бог, собравший нас в этот день в надежде и искреннем желании воспринять и творить его святую волю. Все мы здесь собравшиеся, люди разные, придерживающиеся разных мнений. Но при этом, будучи христианами, мы определены иметь единый дух, не только друг со другом, но и с братьями и сестрами, бывшими прежде нас, сохранившими и соблюдшими веру православную. Мы должны пребывать в едином духе со всей святой кафолической православной церковью. Мы имеем духовное наследие Русской Зарубежной Церкви, выраженное как в ее соборных постановлениях, так и в трудах и мыслях ее верных чад. Поскольку мы верим в то, что наша церковь спасительна, постольку все силы должны приложить к тому, чтобы не отпасть от этой церкви. Каждый наш шаг мы должны тщательно сверять с деяниями наших соборов, внимательно, самим сердцем пришлушиваться к словам и суждениям наиболее духоносных наших мужей. Мы обязаны быть хранителями врученного нам наследия, а не его расточителями или интерпретаторами. Иного пути у нас нет. Бурные события начала XX века положили открытое противостояние церкви с одной стороны и богоборческой политической системы с другой. С первых же дней прихода к власти богоборцев началось их адово дело по уничтожению церкви. Мы знаем из истории, какие изочаренные интриги и пытки придумывали люди, подобные Тучкову и его соработникам. Лично я уверен, что дело, начатое тогда, не прекращается и до ныне, принимая различные формы и направленность в зависимости от обстоятельств, получая в разное время большую или меньшую активность. Прошу простить меня за это напоминание. Я его привел только потому, что вижу за событиями, происходящими ныне в Русской Церкви, основания, положенные в те страшные для нашего Отечества годы. Все мы были недавними свидетелями и живыми участниками скорбных дней, когда, уступая внешнему влиянию, вопреки соборной воле самой Церкви, выраженной в ее постановлении в Наяке и на 4-м Сезарубежном Соборе, отделилась от тела Церкви часть и фактически причисленность к административно-политической системе Российской Федерации. С самой искусственности и подготовленности процесса объединения зримо проявилась одна из сторон сергианства, которая, к сожалению, так до сих пор еще не получила своего окончательного определения оценки. Да, я именно так считаю. Вопрос теперь стоит даже не о московской патриархии, а о том, насколько руководство Российской Федерации является проводником воли Божией, поскольку до сих пор МП не свободна вполне и недостаточно самостоятельно, будучи частью Советской правительственной структуры и фактически перенужденной ее обслуживать. Очевидно, что современное правительство не только Российской Федерации, но и любое другое, весьма отличается по духу и букве от норм православной государственности, формировавшейся со времен Константина Великого. И если это так, то неясно, зачем православная церковь должна быть настолько тесно переплетена с нынешней властной гражданской структурой. Обычный ответ, чтобы положительно влиять на политическую власть, не подходит, поскольку на деле все выходит наоборот. Наши приходы, присоединившиеся к московской патриархии, к великому сожалению, стали или постепенно становятся неотъемлемой частью политической системы Российской Федерации, своеобразным посольством России, по выражению бывшего клирика РПЦЗ Бразирея Виктора Потапова. В этой приобретенной политической составляющей, пожалуй, заключается главный характерный результат вхождения в состав МП части зарубежных приходов, за которым неизбежно должны последовать следующие изменения, все больше отдаляющие наших бывших братьев и сестер от зарубежной церкви времен первых ее митрополитов. Также и вопрос экуменизма, после некоторых дискуссий и безуспешной попытки митрополита Илариона поднять его на соборе, решен в московской патриархии и, значит, и в приходах РПЦЗ, вошедших в ее состав, в пользу этой ереси, что подтверждается нарастающей экуменической активностью в патриархии. В зарубежной церкви дважды анафематствовал экуменизм при митрополите Филаретия и подтвердил эту анафему при митрополите Виталии. В силу этого у нас не может быть ни чести, ни жребия с его приверженцами. За прошедший период, к большому сожалению, не удалось найти взаимопонимания с теми, кто покинул зарубежную церковь до 17 мая 2007 года. Причина одна – образование ими новых направлений в православии и нежелание большинства из них вернуться в РПЦЗ. Однако надежда на то, что с некоторыми из их представителей мы сможем наладить отношения, остается. Я встречался с епископом РПЦ Дионисим, выражающим такое мнение единомысленным с ним епископа Иринея, который совместно с духовенством и своими приходами готовы воссоединиться с нами, поскольку исповедует РПЦЗ канонической церковью и не согласны с нынешним руководством РПЦ и созданием этим руководством новообразования под видом якобы катакомбной церкви, что окончательно оформилось на их освященном соборе в Одессе в октябре 2008 года. Вопрос сейчас только в том, примем ли мы их как братьев, и не будем ли мы неоправданно строги с теми, кто разорвал отношения с синодом митрополита Лавра прежде нас. Хочу в связи с этим напомнить слова из обращения Высшего временного церковного управления РПЦ от 6-8 декабря 2007 года. Ввиду приближающего с 5-го зарубежного собора и нашего искреннего желания видеть зарубежную церковь в составе всех ее священнослужителей и паствы, много лет в ней подвязавшихся, и не принявших унии с московской патриархией в братском единстве, мы заявляем, что не дерзаем осуждать тех, кто отделился по вероисповедным причинам от архиерейского синода РПЦЗ раньше 17 мая, и призываем всех верных чат РПЦЗ приложить усилия для восстановления церковного единства. Здесь, я думаю, будет уместно сказать о том, что дело разрушения и дробления церкви, начатое богоборцами в начале 20-го века, в нынешние дни многие из нас, называющих себя православными христианами, продолжают уже своими силами с помощью духа непримиримости, ожесточения, чувством ложной исключительности и немилосердием к братьям во Христе. У нас не будет будущего, и мы обречены на дальнейшее дробление и вражду, если не научимся любить своих братьев, пусть даже на наш взгляд и заблуждающихся, но старающихся сохранять верность Христу. При этом, конечно, мы должны уметь отличать ерест от глупости и амбиции от исповедничества и делать соответствующие выводы. Ошибающегося человека не обязательно считать эритиком и не следует идти на поводу властолюбцев. Главное же, что мы должны, по моему убеждению, это ни в коем случае не допускать в церковную ограду механизмы внешнего влияния или давления на нас. Мы, соблюдая и чтя законы гражданские, не должны быть ни от кого зависимы, кроме Бога. Никакие политические, патриотические или материальные приоритеты не должны брать верх в церкви и диктовать другим, а тем более церковному руководству, те или иные поступки. Мы должны быть постоянно готовы расстаться со всем своим имуществом и даже кажущимся духовным богатством, если оно станет препятствием между нами и Христом. Так жили первые христиане, и это есть норма для всех нас, установленная самим нашим Спасителем. Милостью Божией нам удалось остаться свободными, и одна из наших главных задач, я верю и убежден, хранить эту свободу во Христе. Продолжение следует...